У меня вопрос. Недавно я прочитала статью Михаила Баженова, который говорил о том, что смена полюсов в археи Кембрии происходила значительно чаще, чем в наше время, так скажем, в Мезозое, Кайнозое. И с этим они связывают, автор этой статьи, смену биоты на земле. Вот что вы можете сказать? Я не полностью согласна. Я могу сказать, что очень хорошая статья. И вот как раз обзор решения Калифавлова, который я здесь привела, где там раньше еще был более подробно написан. Он вообще вся статья посвящена смене полюсов. И они, ну, понятно, что исчезает защитная магнитная поля. И меняется она по-разному. Существует очень интересный период, как раз в районе Кембрийского взрыва, который, возможно, вот здесь, где-то вот в этом месте, связан с режимом размера твердого ядра, когда магнитное полюсовение меняется очень часто. И тогда, конечно, достаточно интенсивное облучение было в земной биологии. Ведь это же не самая хорошая проблема. Это то, что у магнитного поля Земли существует два восточных состояний. То, в котором мы находимся сейчас, вот я показывала эту картинку, с нее начинала, вот такой вот магнитный диполь, даже когда он проходит через ноль, это не самый худший вариант, потому что это ноль. А в принципе, он может еще поворачиваться, вот эрекватр. И тогда будет не просто, не защита, тогда еще будет усиление там, что высыпается. Вот это тогда все без ноль. Эти работы тоже есть, теоретические расчеты есть. Вот эта теория о миграции Юпитера, это явно не классическая теория. Классическая, она сейчас отрезает. Ну, я на конференциях так-то это не слышал. На штатах, например, он так не особо обсуждает, поскольку, к примеру, как при этом остается астероидный пояс. Если вы с полутора астрономических единиц, уберете Юпитер туда, где он сейчас находится, он пройдет через пояс астероидов. Он существует, а в этом... Он существует, а не будет чувствовать естественно. Он, вот как поступает, устал, да, он гонит и... То есть кометы это было всегда, да, там, что они сопутствуют этому движению. То есть вопрос тогда, где находилась Земля, и каким образом она вышла во круговую орбиту современную, да, без... Приходите, вы, Чешников, вы делаете вот такой вот ролик Луны в том формировании и нынешней орбиты Земли, и... Это в Апостере? Да, там отдельный, оттенний доклад, который... Я понял, да. То есть это сейчас... То есть просто это несколько неожиданностей. Это действительно меняет ситуацию с атмосферами. Да. Совершенно существенно, да. Но при этом вот хорошо бы, как это должно повлиять на... Вот я тут слушал второй доклад о том, что солнечный ветер очень сильный был, и я обсуждал это несколько лет назад с Ламмером. Ну, я не совсем понимаю, как можно 15 суток иметь, и то есть какой должен быть солнечный ветер, чтобы Солнце потеряло свой момент вращения в какой степени? Сейчас 27 дней, а Вы написали 15. А начинали здесь светить? Ну, это стандарт... За 2 миллиарда? За... Нет, 10 на 15, на 5 суток, да, за 2 миллиарда. Ну, это стандарт для общества солнечного ветер. То есть здесь никаких чудес не идет. Просто... Ну, это интересно. Да, но это не современные скорости солнечного ветра, не современные потери массы за счет этого. Ну, значит, там момент она теряла не за счет больше массы, а за счет этого вагонного ветра. То есть более сильное магнитное поле в самого Солнца предполагается? А, ну, только я. А, ну, конечно. partager на видео. А, ну, congratulations. Спасибо.